Здравствуйте, с вами пресс-новости. В четверг Россия обвинила США в переброске военных инструкторов в зону боевых действий на Восточной Украине, пишет Financial Times. Несколькими часами ранее США заявили, что Россия нарушила соглашение о перемирии на Восточной Украине. Вечером в среду представитель Госдепартамента Марий Харф сказала, что присутствие российских войск на украинской границе достигло максимума с октября, и что в последние месяцы на Восточную Украину была переброшена тяжелая техника, пересказывает газета. Комбинированные российские сепаратистские силы продолжают нарушать условия соглашения Минск-2, подписанного в середине февраля, заявила Харф. Минобороны Российской Федерации вновь заявила, что на юго-восточной Украине российские войска не присутствуют. Москва также утверждала, что американские военные обучают украинские войска штурмовым действиям в городских условиях, причем не во Львовской области, а непосредственно в зоне боевых действий в районе Мариуполя и еще трех городов на востоке Украины. Некоторые американские проповедники-протестанты увязывают российского лидера с библейскими пророчествами, считая его правителем одной из дьявольских империй, которой предстоит победить Антихристу перед вторым пришествием Христа, пишет в религиозной рубрике газеты «Вашингтон пост» историк Евангелической церкви США Мэтью Эйвери Саттон. Протестанты на протяжении последних 150 лет используют мировой хаос для продвижения своей конфессии. И как ни одна другая из американских религиозных групп умеют соотнести свои верования со свежими заголовками, говорится в статье. Их новым орудием на этом поприще стал нынешний российский президент Владимир Путин. Чем менее предсказуемым и более агрессивным становится российский лидер, тем неистовее некоторые протестанты проповедуют о неизбежном втором пришествии Иисуса. Смесь дерзких амбиций и мирных инициатив, которые Путин демонстрирует на Украине, вкупе с намеками, что он может вооружить Иран, напоминает верующим о том, что мир кренится к апокалипсису, предсказанному в книге «Откровения». Госдума Российской Федерации приняла постановление об амнистии в честь 70-летия Победы. Как ранее писал коммерсант, по президентскому проекту на свободу смогут выйти участники боевых действий по защите Отечества и приравненные к ним лица – воины-афганцы, военнослужащие, сотрудники МВД и других организаций, принимавшие участие в Чеченской войне, если они совершили преступление небольшой или средней тяжести впервые. Также в проект включены традиционные для большинства амнистии категории – несовершеннолетние, женщины, имеющие несовершеннолетних детей и беременные, мужчины старше 55 лет и женщины старше 50 лет, а также инвалиды 1-й и 2-й групп, больные активной формой туберкулеза и больные онкологическими заболеваниями – 3-й и 4-й клинических групп. Кроме того, президент предлагает освободить тех заключенных, что осуждены на срок более 5 лет, включительно, если они совершили преступление по неосторожности. Первый заместитель руководителя аппарата президента Киргизии Икрам Жан Ильмиянов подал заявление об уходе в отставку, чтобы обеспечить правоохранительным органам объективную проверку сведений о его деятельности. На минувшей неделе коллектив газеты «Вечерний Бишкек» выступил с заявлением, в котором говорится, что под покровительством Ильмиянова происходит рейдерский захват газеты. Кроме того, газета утверждала, что высокопоставленный чиновник контролирует правоохранительные органы, суды и активно вмешивается в дела бизнеса. Со своей стороны Ильмиянов в заявлении Атамбаеву написал, что стал жертвой недоброжелателей. Ильмиянов отметил, что рад тому, что по поручению президента обвинения в его адрес будут досконально проверены со стороны Генеральной прокуратуры Киргизии. Это были все пресс-новости. Смотрите нас и сегодня. Вы увидите то, что другие прочитают только завтра. До встречи.